я думаю что уже более или менее те кто хотел подойти уже здесь в зуме люди наверно потихонечку будут подключаться сегодня значит у нас докладчик николай петрович кравчук он расскажет о развитии многопровощных координатных детекторов там различной геометрии методики развития этой этих координатных детекторов ну вот и в частности коснется эксперимента фарис и мег и мы разговаривали с докладчиком предварительно значит он рассчитывает от 40 до 60 минут уложиться в доклад как я понял какие-то срочные вопросы если что-то непонятно вы можете по ходу задавать но если эти вопросы перерастут в дискуссию то тогда мы это оставим уже на после после доклада ну пожалуйста николай петрович начинайте добрый день значит я на примере координатных детекторов заряженных частиц расскажу о двух установках это арес анализатор редких событий созданные вы я и с теми старого по 90 год и мег для эксперимента гамма в писать швейцария который с 2005 года по настоящее время осуществляется в рябе в отделе слабых электромагнитных взаимодействий руководитель пентекора брону максимович был создан спектрометр арес спектрометр назначался для изучения редких и запрещенных распадов пионов-мионов главный из них это миллион гамма метре и конверсия меона в электрон брону максимович конечно задавал общее направление какой физикой заниматься поддерживал своим авторитетом а непосредственно детектор детектор создавался детекторы электроника мишени программное обеспечение и прочее на сто процентов были созданы группами секторов коренченко спатака михайловича и филиппова анатолий ивановича плюс рекомендированные из минской тбилиси чтобы понять универсальность и мощность этого детектора спектрометра я приведу такой факт что вот позже для решения задач которые были поставлены перед спектрометр арес только в научном центре и сай в швейцарии было созданы установки синдром для поиска метрии распада тогда писяй назывался син миони анти миони пен и бета мег мег-2 и это только установки создание которых иногда до 50 процентов принимали участие сотрудники ой я и на этом рисунке показан разрез спектрометра арест это магнит с выдвинутым полюсом одним центральная детектирующая часть которая состояла из 18 цилиндрических пропорциональных камер мишени центральный и четырех рядов с инфляционных счетчиков быстрых годоскоп в этой таблице приведены основные параметры камер это длина их диаметр анодного слоя 128 миллиметров до метра число анодных проволочек общим количеством 14000 штук ну и размеры расстояние от катод и между анодными проволочками длина камер от 360 до 600 миллиметров камерам предъявлялись очень жесткие требования основной из них это прозрачность то есть малое количество вещества на пути частиц так как остановившиеся мионы пионы распадались на частицы позитроны электроны с достаточно низкой энергии то потеря энергии в веществе камеры а также рассеяние всякие осложняли идентификацию событий от искового распада и нормального распада а также случайных совпадений и это накладывал принципиальные ограничения на возможный полученный результат никакая статистика своим количеством не могла здесь выручить спасти на рисунке справа показано устройство спектрометра он состоял из двух частей это детектор заряженных частиц 12 камер с 1 по 12 в котором детектировались по кривизне трека в магнитном поле заряженной частицы и детектор гамма-квантов который начинался с конвертора гамма-квантов и содержал с 13 по 18 камеры тут показано пример событиями и гамма где позитрон закручивается в детектор заряженных частиц поле такое что полностью закручивается это обеспечивает магнитную защиту детектора гамма-квантов гамма-квант детектировался по паре электрон позитронный координата вдоль оси измерялась четырех камерах катодным считыванием которых я попозже расскажу первоначально были другие варианты сдвигнуть в историю предлагалось предполагалось между двумя фланцами диаметр метр натянуть около 30 40 слоев 20 и 100 микронных проволочек шагом 2 миллиметра катодные анодные под углом к оси то есть гиперболическая камера в которой координата вдоль оси определяется по месту пересечения этих проволочек такой способ был выбран так как другие содержали вещество а и существующая в то время электроника не позволяла измерять с достаточной точностью координату по времени прихода или по амплитуде сигнала на концах проволочки ну и до сих пор она не такой электроники не существует но это сложная задача за ее решение взялся сектор филиппов анатолий иванович а надо упомянуть что сектор то льванович филиппов занимался водородной пузырьковой камеры конкретно системы расширения там были очень высококлассные специалисты знающийся про мат и прочие технические науки и ими было созданы прототипы первых камер но тут обнаружилось люди обнаружился выявился такой эффект что вот обрыв проволочек и было понятно что при таком количестве проволочек таких тонких так густо расположенных это вероятность такое событие достаточно большая а разборка детектора ремонт и опять сборка занимало много времени обрыв же одной проволочки приводил их замыкание высоковольтному и выходил из строя или большая часть детектора или весь детектор и поэтому было принято решение отказаться от общего объема сделать изолированные камеры отдельные при этом часть камер цилиндрические а часть гиперболические камеры были по объему изолированы собрана каждая на своем опорном опорном элементе который во время установки в общий детектор удалялся нагрузка проволочек переносилась на наружную оболочку и в рабочем объеме камеры оставались только электроды проволочные ограничивающий объем газовой оболочки и сам газ вот такие камеры были созданы вот тут на фотографии цилиндрическая камера в процессе изготовления на специальные оснастки для изготовления также были сделаны и гиперболические камеры у которых только были дополнительные трудности это компенсация вращающих моментов натянутых под углом проволочек а так принципе также наши гиперболические камеры были одними из первых в мире до нас было две публикации и судя по тому что там было написано на ней не совсем правильно работали когда мы сделали первый прототип по рекомендациям выдерживать угол такой чтобы расстояние она в катод была одинаковая в камере то оказалось что в центре камеры имеет более плохие характеристики но объяснение было довольно простое диаметр камеры в центре меньше густота проволочек больше напряженность поле на проволочках меньше соответственно было или увеличивать напряжение что было сделать нельзя так как катод металлический или приближать электрод уменьшать расстояние что было и проделано следующих камерах они успешно работали но может вы пару слов скажете в чем преимущество гиперболических камер если есть сложности то наверно шара или чего то вы их выбирали еще раз это значит надо было измерять координату не только вдоль камеры вот для этого был выбран гиперболический вариант то есть при минимуме вещества только ими можно было это сделать ну попытка улучшить точность приводила тому что увеличился угол наклона проволочек при увеличении угла на наклона проволочек в центре камера делалось меньшего диаметра и съедалось пространство если от камера изолированная то общая толщина камеры получалось больше получалось что можно меньше камер разместить соответственно точность падала вот такое противоречие было разрешить трудно и к семи шестому году от гиперболических камер мы отказались к этому времени сектор спартака михайловича закончил предыдущий эксперимент это по поиску тоже редких запрещенных распадов на спектрометре на искровом магнитном спектрометре там кстати был съем информации оптические и каждое событие фотографировалось и были достигнуты результаты 10 10 минус 8 10 минус 9 и вот сотрудники этого сектора вплотную присоединились к разработке изготовлению камер к тому времени был снят жесткое ограничение на количество вещества и появилась возможность сделать камеры со считанием с катодов это были самоподдерживающие камеры фланцы которых поддерживались внутренним тонким опорным цилиндром катоды из слабо проводящего графита черный цвет на которых снаружи располагались винтовые винтообразные стрипы изолированная от высокого напряжения на катодах желание получить большую точность приводил опять к увеличению угла наклона стрипов стрипы на маленьких камерах начали делать два оборота и для разрешения неоднозначности приходилось делать три стриповых поверхностей они просто наклеивались или как наносились на лавсан или краской наносились или тонкая алюминиевая фольга приклеивалась разные способы были сделаны камеры с тремя стриповыми поверхностями при этом одно из них уже приходилось размещать на высоковольтном катоде и вот к примеру вот эти вот детальки которые видны это самодельные высоковольтные конденсаторы чтобы разделить катоды стрипы от усилителей катодных в то время таких даже таких вещей не было приходилось делать их самим это вот на следующем рисунке показана четвертая камера номер 4 2 стриповая камера здесь от видны кабеля которые соединяют или камеру с электроникой это камеры тоже кабель тоже пришлось разрабатывать изготавливать самими камеры были уникальны тем что они вели минимальную толщину при длине два с половиной метра по ним сигнал подавался на электронику и без наводок без помех это было важно да такая толщина но это провода или или это было на печатных платах кабель представлял собой лоса мы поняли ну то есть типа гибко печь каждом кабеля 64 30 микронных проволочки и 32 канала подавалась информация на 30 канала дело в том что вся информация из установки арест выводилась через 16 15 из 16 пазов в полюсе магнита и по за эти должны были иметь минимальные размеры для того чтобы не нарушать однородность магнитного поля поэтому в этом случае нарушалась в поле нарушалась траектория частицы и измерение энергии получалось хуже вот поэтому а в этот канал в каждой входило больше тысячи каналов катодные анодные электроники высоковольтные кабели и газовые трубки поэтому такой жесткое условие было большое значение имело измерение натяжения против камерах в камерах на цель на поддерживающих цилиндров из пластика они расширялись при нагревании при влажности и текли от времени как всякий пластик поэтому это было важно существующий метод измерения натяжения по колебанию жара резонансного проволочки методом оптического наблюдения электронные методы в нашем случае не подходили за невозможностью доступности проволочек или поднесения туда магнита для создания поля магнитного поэтому были разработаны приборы которые позволяли измерять и на стенде и в рабочем положении в магните натяжение проволочек подавая сигналах по этим кабелем внутрь магнита возбуждающие и принимая информацию переводить частоту в натяжении проволочек принципиальное значение имело измерение натяжения для камер с растягиваемых дело в том что во время переноса нагрузки с внутренних опоры на наружный цилиндр натяжение полностью ослаблялось и потом натягивались если учесть что общая нагрузка проволочек в детекторе было 4 тонны естественно деформации детали а деформация на одну десятую миллиметр приводила к ослаблению номер катодной полочки на 20 грамм в учитывая что были жесткие ограничения на размеры всех деталей фланцев и так далее ценность магнитного объема внутри магнита то все было минимально возможного размера плюс ограничения на материал нельзя было использовать магнитные материалы но вольфрам даме допускался только на отдых проволочек из-за большого материала типа с большим z нельзя было использовать из-за рассеяния лишнего на это на этом вот вот это все накладывала большие ограничения пока создавались камеры и магнит полный было решено существующие уже сделанные камеры 8 камер это 4000 каналов и два ряда с институционных счетчиков поместить старый магнит от мисс от установки эксперимента и этого было достаточно для поиска запрещенного распада митрии такой мини арест был собран испытан на космике и уже стоял на пучке был план за три месяца набрать статистику на пучке пионов синтеза трона ляп до его остановки на планируемую реконструкцию в семьдесят восьмом году при интенсивности 6 на 10 в 5 мы могли получить последний результат по поиску распада митрии в 50 раз но к сожалению ускоритель сломался и учитывая предстоящую реконструкцию было решено его не ремонтировать остановить но мы не упали духом как говорится надеялись на новом мощном пучке запустить созданный за это время полномасштабный арест и получить результат ты еще раз лучше ну опять не судьба реконструкция началась намного позже затянулась пучок не достиг ожидаемой интенсивности и когда мы реально начали работать набирать статистику то нам даже не пришлось включать систему растер быстрое распространение треков который увеличил возможности в 10 раз за это время реконструкции наши коллеги и швенцари которые до этого приезжали к нам перенимать опыт и так далее практически повторили центральную часть ареса сделали установку синдром для поиска распада митрии всего из пяти камер и на своей мизонной фабрики тогда еще син улучшили результат тысячу раз позже нам удалось только поделить второе третье место с канадцами но арес оказался в ляпе не конкурентоспособным и для других задач к тому времени уже были собраны все узлы для полномасштабного ареса растягиваемые камеры были сделаны в двух экземплярах даже но детектор гамма-квантов так и не был собран дальше я покажу вариант рабочий который был эксперимент по поиску раскат распада митрия установка это детектор заряженных частиц установка состояла из мишени трех рядов быстрых синтезонных счетчиков и 12 цилиндрических камер три из них измеряли z-координатур 1 4 и 9 каждая сотая примерно события выводилась на дисплей в живом времени и вот эта картинка мелькала и люди часами смотрели на все тут приводится один из случаев 1 1 из кадров это события имитирующий распад митрии когда позитрон вылетающий в детектор имитирует вылетающий электрон теряет часть аллергии в мишени детектируется как вылетающий позитрон и все это случайно совпадает с вылетом позитрона от распада биона черные черточки это сентиляторы годоскоп годоскопа вдоль оси их детектора координаты определялись по центру тяжести в стриповых камерах сигналов и вот этот помогало например увидеть сплошное прохождение трека но вот события могли бы развиваться конечно по-другому если бы не сломался ускоритель или мы раньше вы начали сеанс и у нас было бы время набрать статистику всего нам три месяца не хватало если бы реконструкцию ускорителя прошла по плану и вышли бы на заданную мощность и так далее и вовремя она была задержана по моему раза в три по времени ну если бы мы перевезли арест на мизонную фабрику в швейцарию куда нас приглашали и ждали некоторое время свою установку они начали делать когда поняли что мы не приедем ну понятно что они начали делать установку вы ожидали результат 10 в 3 если бы результат ожидался 10 просто 10 то возможно они бы и не стали делать ну вот при реализации такого грандиозного проекта пришлось решать много разных проблем но некоторые из них можно было бы избежать и не тратить ресурсы и время например чрезмерное ограничение на вещество которое бы снято только через несколько лет малооправданное ограничение на размеры фланцев например фланцы для первых камер имели размер 4 миллиметра на 18 и там надо было разместить платки для распаяния проволочек посадочные места крепежные винты это все из чтобы сберечь пространство внутри магнита оказалось первоначальное ограничение на шаг которое было строго 2 миллиметра позже это ограничение было снято шаг стал кратным 32 миллиметром это количество плат количество каналов в плате электроники это привело к тому что появилась 18 типоразмеров камер все платки для распаяния родных проволочек разные а что такое платка для камеры метр развертка платки 3 метра на ней полторы тысячи полосок для припаяния проволочек сделанных с высокой точностью ни одно производство за это не бралось пришлось разрабатывать способ их изготовления со своими силами но это не самое главное хуже то что во всех камерах разный шаг приходилось подавать разное напряжение то есть во всех камерах 18 источников питания высоковольтных а проблему можно было решить немножко сдвинуть диаметры камер все сохранился бы шаг 2 миллиметра и 32 кратность много сил было потрачено на выставление нулевой проволочки носить нулевого болта и попытки согласовать положение нулевых проволочек во всех камерах это проблема оказалась легко решима позже когда набрали статистику по космике и по прямым треком скорректировали поправки для всех угловые для всех камер ну пришлось разрабатывать две технологии изготовления камер маленьких и больших большой проблему представляла надежность особенно для больших камер ну вот к сожалению понимание как надо делать и какие камеры оно пришло позже и уже был большой задел вот здесь это немножко личное как надо было бы делать это фактически вариант номер четыре все камеры делать детектора зарядных частиц с 1 по 12 надо было делать одинаковые по конструкции цилиндрические растягиваем и со стрипами на наружные газоограничивающие оболочки камера такая была одна сделана на растягиваем камеру снаружи разместили оболочку она работала успешно но к тому времени уже все камеры были изготовлены и этот вариант с 1 по 12 были готовы на этот вариант не был принят детекторе гамма-квантов вместо цилиндрический камер с 13 по 18 который к тому времени не было еще сделано было предлагалось поставить 40 одинаковых плоских камер как дольки в апельсине эти два варианта имели много преимуществ принципиального характера они повышали бы надежность точность простоту изготовления и даже меньше вещества но вот дело в том что за счет опорных цилиндров 1 4 9 особенно 13 камера с увеличением диаметра камеры устойчивость теряется и цилиндр приходилось сделать в несколько раз толще и 13 камеры он совсем был толстый несколько миллиметров ну это и несмотря на все это до настоящее время есть много поводов гордиться тем что было сделано установка ареста держала уникальные узлы и элементы это цилиндрические камеры с минимум с минимальным количеством вещества быстрый сентиляционный годоскоп новейшая электроника системы быстрого распознавания треков дистанционно управляемые мезонообразующие и центральные мишени программы запуска обработки информации впервые было создано много приборов и технологии например технологии изготовления цилиндрических камер методом непрерывной намотки это было особенно интересно для камер небольшого диаметра и с маленькими размерами фланцев технологии изготовления камер диаметром до метра ну здесь вот заметить что в то время камера содержала 3 к слове как правило анодные 2 катодных и значит по 3 фланца с каждой стороны 6 фланцев первое время нам фланцы вытачивали мысль наших мастерских из стекла текстолита при этом они сразу сказали что больше метра тащить не будут так как это допуски были выше авиационных а со временем они отказались делать и маленькие камеры из-за вредности производства и нам пришлось разрабатывать технологию отливания фланцев из эпоксидки и пыли кварцевой самим на больших диаметрах размеры доводились уже в процессе изготовления камеры методом сошлифования то есть было создано приспособление специально и так далее то есть вот такие были сложности что значит на сто процентов было сделано в ляде ну про измерительный протонки кабеля я уже говорил электронный измеритель натяжения проволочек позволяющий выполнять измерения без доступа к камерам процессе работы там через год через два можно было померить натяжение в камере но кроме этого пришлось еще сделать механики разработать механический метод измерения натяжения так как процессе изготовления надо возникала необходимость померить натяжение на отдельной проволочке или на проволочке замкнутых слой был создан прибор для измерения расстояния для измерения размеров камеры с расстояния 1 полметра с точностью одна десятая миллиметра ну и много еще всего другого ник другого уникального сделано на этом я перейду ко второй части это эксперимент мег в писать распад меня гамма если он существует интересен тем что в одной точке мион распадается на две частицы разлетающиеся из этой точки в одно и то же время по одной прямой и сразу с равной энергии то есть это все используется для его детектирования здесь приводится общая схема установки пучок попадает на что-то сам я направляю сюда ванна пучок останавливается в мишени интенсивность пучка 3 на 10 7 меонов решение имеет толщину 200 микрон при этом практически весь пучок в этой мишени останавливается что дает возможность получить сразу координату вместо распада я напомню что в аресе мишени занимала весь объем внутренней камеры то есть имела размер 300 миллиметров из по длине и около 100 диаметре практически невозможно было определить место распада и в этой в мишени останавливалась 20 процентов в аресовской всего пучка при такой было качество пучка увеличивать плотность смещения нельзя потому что потери энергии частиц теряется точность значит в меге гамма-кванты детектировать в детекторе гамма-квантов из жидкого ксенона а заряженные частицы в детекторе заряженных частиц состоящим из 16 дрейфовых трапециевидных камер здесь показана конструкция этих камер камеры делались в писать совместно с сотрудниками и камеры имеет довольно сложную конструкцию состояли из двух слоев из двух рамок с проволочками и четырьмя рамок с пленкой на пленке были стрипы катодные которые позволяли определять координату вдоль камеры вдоль проволочки это уже было позже это это 2005 год там сложность конструкции можно представить что вот количество вещества с одной стороны должны было быть минимально поэтому натяжение проволочек и пленки поддерживалась за счет того что рамки предварительно были деформированы на сантиметры и это вот обеспечило натяжение до размер 1 размер координата в этом направлении определилась по времени дрейфа а вдоль проволочки по величине сигнала на концах проволочки грубо и точно по соотношению сигналов на клинообразных катодных стрипах полоски но по ряду технических причин в частности пленка была не очень долго жила скажем так стал вопрос о новом детекторе для модернизированной установки мег-2 наше предложение по усовершенствование камер к сожалению не нашло поддержку в камерной группе писай по разным причинам в том числе смена руководства в этот момент и инициативу перехватили итальянские коллеги взявшиеся сделать цилиндрическую многопроволочную дрейфовую камеру но на самом деле на гиперболическая камера здесь от капановка компоновка детектора мег-2 основные узлы были улучшены по характеристикам а принципиально изменен детектор заряженных частиц гиперболическая камера многослойные представляла из себя 10 слоев гиперболических ячеек разделенных на 12 секторов угол наклона в к в соседних ячейках по радиусу был противоположный то есть красные проволочки в одну сторону наклоненные синие в другую количество проволочек в слоях была постоянная поэтому ячейки с уменьшением радиуса уменьшались ну и соответственно уменьшались ячейки перемещения от фланца к центру камеры из-за гиперболичности на этом на этой фотографии верхние показаны камера в стадии изготовления первоначально здесь вот белые топорный цилиндр на котором размещены фланцы и идет монтаж слоев проволочек сборка изготовления цилиндрических камер сильно отличается от плоских когда можно сделать заранее электроды потом их сложить здесь эта сборка напоминает сборку матрешки только надо учесть что матрешек 30 штук и разделены они на 12 секторов поэтому процесс сборки затягивается в данном случае на годы и больше вот на нижней фотографии камера уже когда снаружи фланцы за к соединены карбоновым цилиндром на которые переносится нагрузка проволочек всех и центральный опорный элемент удаляется восемнадцатом году когда камера должна была быть доставлена писай и да пока итальянцы делали камеру продолжалась работа на старом детекторе обслуживались камеры поддерживаются работоспособным состоянием и потом сеансы закончились и было все готово к реконструкции спектрометра но к этому моменту оказалось что уже в процессе изготовления были обрывы проволочек что задержало изготовление даже отказались от десятого слоя в камере и когда камеру поставили до испытания уже в PSI то оказалось что не во всех камерах удается поднять напряжение до рабочего особенность такая что проволоки были катодные проволоки были алюминиевые посеребренные для того чтобы их можно припаять но я немножко еще как потом скажу и все осложнялось с тем что изготовление камеры было очень сильно автоматизировано практически вот здесь например приводится картинка фотография участка для натягивания проволочек вот на этом барабане размещались две платки и потом насчет наматывалось 16 витков распаивались платки снималась эта конструкция снималась с барабана помещалась на специальный стенд где измерялось натяжение ну назвать это измерением натяжения сложно измерялось разброс натяжение так как эти платки ослаблялись а потом назад натягивались ситуация помогла в этом проекте было легче чем в аресе в том что вот эти проволочки 50 микронные 40 и даже 20 при были натянуты с усилием составляющим примерно 20 25 процентов от усилия разрыва в отличие от ареса где все было натянута до предела так как проволочки находились в более оптимальных условиях анодная проволочь которая в навесное положение в центре ячейки а в аресе рядом расположены на через два миллиметра проволочки просто принимали шахмат порядке раздвигались и требовалось более высокое натяжение ну и вот при этих небольших натяжениях от 20 до 30 грамм таблицы удлинение составляла 5 миллиметров что позволяло контролировать натяжение просто нет ну не не контролируется задавать натяжение просто измеряя размер и вот только на первом стенде измерялась реально разброс натяжение в дальнейшем применялся оптический метод для и механические для установки измерения натяжения ну вот значит мы к тому моменту когда мы столкнулись с этими камерами некоторые еще и раньше вот коллеги участвовали в италии в некоторых этапах изготовления а у нас значит ситуация была такая проволочки рвались на проволочках алюминиевых посеребренных были видны следы коррозии было понятно что первоначально причина видимо это коррозия рабочее напряжение не во всех слоях достигалось натяжение ослаблялось вплоть до замыкания в отдельных ячейках которые приходилось просто отключать ну возможные причины были это плохой провод недостатки технологии или ослабление натяжение за механической деформации конструкции дело того что опорный цилиндр был из углепластика и сами фланцы на 80 процентов состояли из пластика а пластик в отличие ну и металлы текут а пластик тем более но вот эта картинка верхняя показывает что проволочки рвались равномерно по всей длине камеры по оси x длина камеры и в то же время заметен больше то есть это говорю о том что какая то есть общая причина и какая-то причина которая приводила к обрывам с одной стороны больше то есть технологическая во время изготовления в какой-то момент было нарушено важность режим и вот это общие обрывы электрокоррозия объяснялась тем что влага попала в помещение на нижнем рисунке видно здесь по оси x это 0 слоев видно что в процессе изготовления проволочки рвались примерно равномерно во всех слоях а через некоторое время когда камеры были уже в писать привезены и некоторые постояли основном обрывы происходили во внутренних слоях это говорил о том что по видимо шла деформация фланцев так далее натяжение проволочек как я уже сказал измерялась оптическим методом вот здесь как раз стадия момент измерения приглашалась специальная группа с аппаратурой они отклеивали всю комнату датчиками камеру открыли датчиками и восстанавливали объемные размеры всей камеры но к этому времени было принято решение делать новую камеру но надо было попробовать поработать сеансы со старой для этого старой камере было увеличено натяжение проволочек при этом большое количество их десяток два порвалось после этого натяжение вернули к исходному удалили оборванные проволочки и ну камера достаточно стабильно но естественно с пониженной эффективностью и другими по но проработала в первом сеансе и сейчас во втором уже шестой месяц работает вот это вот идея да я не сказал еще в одном моменте вот здесь она здесь расскажу идея конфигурации электродов в камере когда на одном диаметре делается два катодных слоя в разные стороны то есть ячейки красные и синие направлены в разные стороны под углом и было предложение предложено совместить два этих слоя в один ряд то есть красные и синие проволочки это конечно увеличивал плотность камер но в то же время до предполагалось что это позволит уменьшить масс количество вещества нагрузку за на фланцы за счет того что можно будет перейти на более тонкий провод из-за того что частота так называемые проволочек в этом варианте отношения количества проволочек размеру ячейки 3 к одному а в случае 5 к одному и это позволяло это уменьшало поле около проволочек и уменьшались вероятность процессов типа вырывания электронов из катодов соответственно можно было перейти на меньший диаметр 40 микрон с 50 микрон на 40 микрон и таким образом уменьшить нагрузку на фланцы и меньше количество вещества ну вот такой вариант был принят в камере для миг 2 но на самом деле ошибочность этого решение заключается в том что вот в этом слое при прибери при перемещении вдоль проволочки периодически проволочки пересекаются красные находят на белые и вот этот эффект отношения 5 к одному периодически чередуется с 3 к одному но это все равно что сделать веревку и отдельные места у него это сделать утолщение но тем не менее этот вариант был принят вот здесь вот показано наше предложение по камере как делать новую камеру для миг ну я уже упоминал что очень сильная автоматизация производства создание большого количества аппаратуры камера изготавливалась в нескольких итальянских городах италии несколькими институтами и что-нибудь принципиально изменить было трудно слишком большой задел был поэтому то что вы могли только предложить это сделать на одном радиусе только один катодный слой использовать вместо 40 микронного провода 50 микронный и измерять натяжение проволочек дело в том что измерять натяжение проволочек можно было если бы не лежали слои друг на друга пересекающиеся так как с каждой платки была выведена отдельная проволочка и используя эту отдельную проволочку можно было и на которых измерять и на которых это осложнялось измерения на которых все то что через усилители подсоединяться приходилось давать валяйся усилители исполнялись на наружу магнита а в меге 2 на камерах уже более маленькие надо было просто вывести отдельные проволочки анодные без усилителя напрямую но это бы дал вот наше предложение дало бы такой эффект что уменьшилось количество вещества на одну треть повысилась надежно за счет более толстого провода уменьшилась нагрузка напорный цилиндр его деформацию появилась бы принципиальная возможность измерять натяжение проволочек объем работ на одну треть соответственно время изготовления камеры ну и стоимость вот надо отметить что принципиально наличие катодных двух слоев кардинально не улучшала характеристики камер так как ряд других факторов оказывает не меньшее заметное влияние на однородность магнитного поля и соответственно на координатную точность так например отклонение в положении проволочек гравитационная было около 100 микрон точность изготовления 50 микрон электростатика отклонения 100 микрон ну и не везде был оптимальный угол наклона проволочек так как он должен будет быть быть кратным 12 количество секторов то есть повернуть можно было только на 30 градусов поэтому результаты проведенные нами дальше их приведу и даже результаты когда возник вопрос можно и работать с такой камеры в которой значит подремонтирована было были удалены все оборванные проволочки то был доложен работа на внутреннем митинге что не так страшно оборванные проволочки все будет вполне нормально это полностью совпадал с нашими выводами что можно делать один слой здесь приводятся результаты моделирования полей в камере разных вариантов это случай когда вот это значит анодные проволочки а это катодные здесь приводится случай когда катодный слой один на две камеры и видно что если двигаться по направлению черных стрелок то напряженность поливать на этом графике приведена видно что для случая с двумя катодами или с одним катодом различия существенно только в самых углах причем в двух углах так как в нижней проволочки две одессы идут параллельно условно параллельно анодные проволочки только верхний ряд по этому направлению ползает и поэтому нарушение поля отличалась только вот в главных местах точках если учесть что трек пересекающий ячейку в углу обязательно пересекает рядом какую-нибудь ячейку в середине то можно было это учесть введя кого интересовые коэффициенты и так далее но к сожалению наши пожелания далеко не все были выполнены и камеры продолжали делать и продолжает делать так ну в настоящий момент идет изготовление камеры примерно 6 7 слой делается началось изготовление в конце прошлого года и ожидается завершение в мае следующего года но и завершение я привожу основные работы по установке мег и мег 2 во всех из них от 3 до 8 с авторов сотрудники у я и да я еще не сказал что вот иногда задавали вопросы вот у вас там 10 в 14 мишу минус 14 в японии минус 16 ну тут дело в том что этот процесс миогаммы наиболее чувствителен к новой так называемой физике и результат 10 с 14 это эквивалентно в 10 16 до для процесса номер конверсии то есть актуальность это ну важность этих работ и полученных результатов показывает вот эта таблица строчка где цитируемость работ спасибо спасибо николай петрович очень четкий такой лаконичный доклад вот да вы очень 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 хорошо уложить во время да то есть тут тут с этим как говорится вообще нет проблем вот значит прежде чем мы наверно там перейдем к вопросам из зала которые наверное будут более хотя тут я так понимаю многие люди уже в теме может быть им и спрашивать ничего но тем не менее есть и те кто не особо разбираются как вот например а вот у меня конечно есть вот несколько вопросов то есть вообще какие пороги энергии эти камеры позволяют регистрировать то есть какой порог по энергии но вот распада становившаяся меона делится пополам короче десятки мы в то есть да ну то есть вот конкретно в этих камерах у вас там ниже милов видеть нельзя да правильно понимаю точность была не не точность а порог энергии но я не принято энергию да по энергии нет это я понимаю то есть сама камера начиная с каких энергий какие они за цены видит но камера видит один электрон номер пропорциональной камеры но просто меньше чем внутри три частицы вот значит делится масса хорошо то есть 1 5 от хорошо десятки мэв да соответственно тогда дальше ну вот вы говорили много про то как контролировалась наше натяжение проволочек что есть всякие ну грубо говоря систематике связанные там с гравитацией с неточностью угла там и еще всяких вещей то есть а как вы это калибровали на космике на пучке или может быть там можно было как-то рентгеном осканировать натяж sangen под положением проволочек положение положение вот в камерах аресовских во время изготовления вот использования оптических приборов которые я говорил изменялась расстояние между проволочками между слоями проволочек по горизонту это была видно по проволочке густо расположены после была видно горизонта можно было просто напрямую померить это фотографировались нет смотрели микроскоп от микроскоп специально сделаны я говорю длиннофокусный микроскоп который позволял в состоянии больше полуметра измерять 10 10 миллиметра расстояние и микрометрические винты опускались но это но это делалось в том же положении как и камера это делалось если ее повернуть это гравитация тогда их может прогнуть другую сторону правильно но это камера располагалась горизонтально это входило в допускаем в допустимую ошибку это в меге не на проволочке 2 метра а варисе 60 сантиметров максимальная поэтому там прогиб были гораздо меньше ну хорошо и последний наверно какое координатное разрешение получается как рядное разрешение насчет в камерах которые проволочные это одна треть от шага математически это считается примерно так оно и было стриповых тоже порядка несколько миллиметров камер ну а в дрейфах это зависит от ну тут координатное разрешение к точке к отдельно это одно актреку это другое потому что вот фитер вот к трек уже в пересчета пересчете на энергию в аресе это было пару процентов в меге координатное разрешение по энергии конечно получше 100 ну примерно 100 200 кф на еще не отметил одну естественно особенности ареса по многим параметрам мег 2 и мег 1 были лучше ареса но допустим по телесному углу арес это 0 7 от 4 а одна треть это вы потому что корень из 12 до что вы говорите одна треть от шага это корень из 12 до потому что понятно хорошо спасибо значит вопросы так 123 в создании новых камер вы принимаете какое-нибудь участие вот последние вот новый камер который создается сейчас до конкретно сотрудники участвовали вот на стадии александр в италии на стадии изготовления еще предыдущие камеры а сейчас ну мы в основном в обсуждениях практически вот когда начался изоляцию это то кроме как обсуждения нет вносили свои предложения ты факт уже практически автор ответил на вопрос то есть ваше взаимодействие в меге после этих событий прекратилось нет мы командировки прекратились но вот прям сейчас идет шестой месяц сеанс и наши сотрудники через интернет дежурят практически каждый день кто-то дежурит это у нас популярно я смотрю в ляпите дежурить из мониторы а вот на предыдущем слайде было написано 1 статье измерения вы 1 статья до то есть вы наблюдали этот процесс что ли написано 1 измерения но так что сложилось такое впечатление что там основная стоимость это работа это так при изготовлении таких к изготовления но я думаю нет например создание все эти аппаратуры которые если у нас это может на коленке дело своими силами то есть все было сделано вот в ляпе своими мастерскими то там много серьезной аппаратуры всякой привайка проволочек так далее я вот об этом и говорю собственно но там много ручного труда просто ну я не знаю как назвать это ручным трудом если паять робот лазером там так еще кто-то чем-то заинтересовался вы ничего не сказали про электронику все информации но я сказал что новейшая электроника нас электроника была разработана даже вы принимали участие в разработке микросхемы этой в ляпе была создана плата на 32 каналов си 32 кучинский занимался этим вот на своей электроники работы остальное использовалась там для запуска все комаковская тоже местная ну давайте я еще тогда спрошу по поводу вот непрерывной намотки то что вы рассказывали правильно ли я понимаю что значит проволочка просто мотается вот так вот шагом и потом она как-то разрезается что ли чтобы отдельные получились проволочка мотается вот так да ну я играю она мотается вот так но соответственно их на же потом разделить на отдельно то есть она не отдельные про анодные проволочки отдельно припаивается на платке до что в принципе можно и так делать отдельно а вот с катодными сложнее потому что они через два миллиметра приправиться к одному электроду и если паять по очереди то соседние отрываются поэтому когда они прям намотаны после этого все они прижимается сразу запаивается весь слой то есть в этом удобстве но когда камеры стали большие то вот это вся конструкция огромная которую вы видели ее вращение инновационность все это мешало и там пришлось отказаться от этой технологии а для маленьких камеры было очень удобно и хорошая все прототипы и до полуметра камеры были таким способом сделаны так коллеги но так понимаю что все значит либо все поняли наверняка скорее всего так потому что я так понимаю что люди в общем но мы продолжаем но планы вот прям сейчас идет сеанс по набору статистики если у нас кто-то взуме так а большой коллектив с авторах как я говорю но у нас программная ну так сказать нет программными обеспечениями есть вопрос может быть не совсем тебе но тем не менее писали используется непрерывный пучок в отличие от нее конверсии там где им импульсный а если скажем будет импульсный пучок насколько потеряет я думаю он и так растянутый равномерно пучок тоже неплохо импульсный он увеличит загрузку я не понимаю это вопрос есть есть скажем установка вот именно такая или именно это вот работа на импульсном пучке она потеряет скорее всего чувствительность ну я не знаю вряд ли будет преимущество да вот на предыдущий вопрос я скажу в не вот экспериментах до этого которых мы участвовали мер пи бета наш план был до 50 процентов и обработка и программное обеспечение а камеры просто сто процентов делали из дубле и туда перевозили просто основной вопрос какая польза от вашей деятельности у я и я просто не пойму есть мы не я имею ввиду мы физики не участвуем просто 7 я даже что в остальных из метров мы участвовали физики и бета но вопрос про сейчас идет то есть сейчас но тут физика она теория общая и она кто получил результат на самом деле должен был сказать на что в анализе тоже участвовали до последнего времени до недавнего времени володя баранов был сильно зависит он нос к сожалению его не стало поэтому я думаю что и думаю что ближайшее институт кто-то еще подключится саша рождественской участвует по моему или сейчас не сейчас это вот у нас коллектив немножко убавился я наверно могу прокомментировать вопроса если будет импульсный пучок ну зависит если сохранить если он будет импульсность такой же но интенсивность в единицу время такая же труп там просто потеряем статистике если сохранить интеграл это будет наверно очень много случайных совпадений у нас мысли не было 1 на секунду если еще увеличить тоже захлебнется а какие там у вас типичные загрузки получаются на канал ну остановок было в аресе 10 6 писать 10 минус 7 я приводил там ну ладно значит это не я вижу что все по вопросам у нас давайте тогда поблагодарим докладчик хороший доклад спасибо желаем вам найти человека который бы анализом начал заниматься эта деятельность безусловно очень важно